Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, до того, как принять ислам, меня звали Никита, сейчас меня зовут Микаиль. Соответственно, я считал себя православным христианином, потому что у меня и отец был, есть христианин, дед у меня был верующим человеком. В какой-то направленности, ну, неопределенной, но все же, да, мне вот эта вот имитация моей набоженности там в крестиках и в каких-то терминах, она мне устраивала, мне нравилась. Аллах Всевышний сделал так, что моим клиентом стал мусульманин. Мусульманин, которым мне было приятно общаться, довольно-таки было мне интересно с ним говорить. И он, ну, как бы проявлял такие очень интересные качества для человека. Ну, это скромность в каком-то смысле, обходительность и отсутствие в языке маты. Это меня на самом деле очень сильно сблизило с ним. Я, как человек коммуникативный, начал общаться, начал задавать вопросы, начал отвечать на какие-то вопросы. Мы говорили о жизни, о ее смысле, о вселенной, о мироздании. Ну, о тех вопросах, которые, по сути, каждый человек должен задумываться и считать для себя важным. И эта встреча, как бы, в какой-то мере меня немножко поменяла. Я познакомился с людьми, и это было что-то необычное. Если вы примерно представляете вообще, что я испытал, наверное, вы тоже приняли ислам. То есть, когда ты видишь в людях добро и субхановых, это на меня очень сильно повлияло. Но после этого у меня был период размышлений об этом. И я в какой-то момент понял, что в один из дней я приму ислам, иншалла. Но я не думал, что это будет скоро. Я посчитал, что это правильная религия. Я купил себе перевод Корана Кулиева, я начал его читать. Я начал размышлять, я действительно начал представлять себя, как я буду, каким я буду в исламе, от чего мне придется отойти, какие, скажем так, связи мне придется оборвать. И на самом деле это было довольно-таки сложным решением. Дальше была такая история, когда я почувствовал себя не очень хорошо, ну вот именно на работе, не в своей тарелке. И я приехал в мечеть и позвонил к тому товарищу. Я говорю, так-то так-то около мечети сижу. А на работе взял, как бы, больничный, сказал, себя не очень хорошо чувствую. И вот он приехал, мы стали говорить, и он сказал, все, пора. Я подумал, да, пора. И в этот момент, вот мы зашли в мечеть, я признал шахаду и стал мусульманином. Аль-Хамду лилля, после этого момента я не пропускал молитвы. С первого дня, как я принял ислам, я начал сразу читать намазы. Я даже более того не знал, как это делать. Тогда это еще не сильно распространено было, вот эти обучалки намазу. И, Субханалав, получилось так, что я по видео из Ютуба учился читать намаз. Но, Аль-Хамду лилля, не пропускал ни разу своих детей. Вот. Жизаку мулаху айран, баракаллаху фик. Надеюсь, эта трансляция была полезна для вас. Пусть она Всевышняя облагодетельствует вас и вашей семье. Субханаллаху мула. Бхангик, нашаду ля, и ля, хиланта.